Давайте молиться. Отец Небесный, мы склонились перед Тобой во имя Иисуса Христа. И мы претендуем на обетование из притчи 18. Твое слово ясно говорит. Имя Господа – крепкая башня, и праведный убегает в нее и безопасен. Господь, пока мир ищет мира и безопасности, смотрит в неверном направлении, смотрит не на тех людей, сегодня мы взираем на Иисуса Христа. Возроди нас и преобразуй нас. Об этом наша молитва по имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу исследования «Сила в полдень» в пятницу 11 декабря 2020 года. Это ваш духовный оазис в вашем путешествии, спасенный, чтобы служить по миру. Новые зрители, Я приветствую вас, как странников и пришельцев на этой земле. Когда зайдет солнце, начнется Божья суббота. А в других частях света суббота уже началась. И помните, мои друзья, не забудьте, что седьмой день – это по-прежнему суббота. Иисус скоро придет. Готовьтесь, оставайтесь готовыми. Готовьте других. Проходя этот урок, мои друзья, по Божьей благодати, мы получим, как я всегда говорю, здоровую духовную пищу, а не фастфуд. Вам это понятно, друзья? Давайте начнем, друзья мои. Нам сказано в томе пятом, на странице 452, что движение за соблюдение воскресного дня прокладывает себе путь во тьме. Да, друзья, это будет грозное столкновение, великий кризис. Остаток народа Божьего ожидает великая война. Война с кем? Библия говорит нам, война с тремя отступившими властями. Божий народ принимает и провозглашает вести трех ангелов из Откровения главы 14 Вечная Евангелия. И у Христа в результате будет жатва душ со стиха 6 по 16 А сатана наоборот делает все возможное, чтобы подделать и воспрепятствовать принятию провозглашению трех Божьих вестей. Кого будет использовать сатана? Три отступившие власти из Откровения 16 главы стиха 13 и 14 И увидел я трех духов нечистых подобных жабам выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка и они есть духи бесовские творящие чудеса и Библия говорит они выходят к царям земли и всего мира чтобы собрать людей к сатане чтобы вести войну против Христа вести войну против Иисуса в лице Его святых и это мы находим в Откровении главе 12 стихи 17 Великую войну я мог уделить время прямо сейчас обратившись к Библии чтобы показать кто есть дракон зверь и лжепророк из Откровения 16 главы стиха 13 и 14 но позвольте мне дать вам сжатый материал Власть Зверя представляет папство из Откровения 13 главы стиха с 1 по 10 Лжепророк представляет отступивший протестантизм из Откровения 19 главы 19-20 текстов и Откровения 13 главы с 11 по 17 Власть дракона имеет три основных толкования Дракон прежде всего представляет государственную власть государственных правителей таких как Фараон большой дракон который появляется в книге Иезекииля 29 главе 3 стихе Ирод этот большой красный дракон который появляется в Откровении 12 главе Дракон также представляет язычество дракон спиритизм и как мы видим здесь друзья война приближается в то время как люди завалены новостями об эпидемии COVID-19 о панацеи от эпидемии правилами в борьбе с эпидемией мои друзья движение за соблюдение воскресного дня прокладывает себе путь во тьме три отступившие власти объединяются посмотрите на это друзья мои три отступившие власти объединяются послушайте это друзья три отступившие власти скрытно объединяются и собираются открытые друзья смотрите слушайте с молитвой и читайте хорошо друзья вы когда-либо слышали орали надежды я взял несколько клипов из действующего сайта ралли надежды оно проходило с 5 по 6 декабря сколько из нас знали об этом как я уже говорил в то время как люди сосредоточены на эпидемии COVID-19 на эликсире от эпидемии на правилах в борьбе с эпидемией COVID-19 три отступившие власти сделали один шаг чтобы полностью объединиться посмотрите на это я повторю еще раз я размещу линки внизу под описанием много раз в названии мы не можем указать все моменты которые будем освещать так как это сжатая подача материала суть каждой презентации поэтому прошу вас смотреть в описании на канале в ютюбе под каждыми видео посмотрите на это ралли надежды отмечает первую годовщину всемирной конференции христианских лидеров также известную под аббревиатурой WCLC и поддерживает реализацию единого небесного мира что друзья реализацию единого небесного мира к чему они призывают совместно с мировыми религиями мировые религии объединяются сюда также входит папство итак тот же сайт посмотрите что написано вверху я не буду читать каждое предложение но я буду выбирать то что считаю важным здесь сказано к чему они призывают голубым шрифтом к единому небесному миру а теперь посмотрите на выделенное красным цветом они призывают и объединяются ради мира взаимозависимости всеобщего процветания и универсальных ценностей которыми живет и дышит человечество преодолевая слушайте внимательно все религиозные барьеры не будет ли это идти речь об одной мировой религии затем сказано преодолевая национальные барьеры одно мировое правительство три отступившие власти дракон зверь и лжепророк посмотрите на это друзья мои тот же сайт ралли надежды я буду читать слева направо создание единой человеческой семьи слева красной стрелкой они призывают они объединяются в единое всемирное движение за мир проходящее при солидарности и сотрудничестве глав государств власть дракона а теперь читаем то что справа под красной стрелкой глобальное межрелигиозное и межконфессиональное движение за мир возглавляемое представителями различных конфессий религиозная власть приведет к зверю и лжепророку будет ли это включать папство будет ли это включать отступивших протестантов да власть дракона это не только государственная власть государственные правители это также языческие религии индуизм буддизм ну вы понимаете о чем я говорю вернемся на экран кто еще в этом союзе в этом ралли надежды то есть ралли разрушения здесь сказано читаем слева направо медиапрофессионалы также взаимодействуют с этими игроками движения ученых это академические ценности в правом нижнем углу экономический сектор торговцы о друзья откровение 18 глава стих 2 3 двигаемся дальше движение за построение мира во всем мире читаем читаем что написано в центре предложение альтернативного решения по искоренению бедности и голода и голода и так поскольку это объединение мировых религий что по словам папы должно быть установлено каждой страной в борьбе за искоренение бедности и голода разве это не воскресный отдых установленный законом и что произойдет с божьим остатком который откажется поклониться преследование друзья рали надежды надежды для кого для тех кто идет в ногу с папством ну что с народом божьим помните на основании писания слушайте этот момент внимательно не пропустите его я хочу быть очень сейчас беспристрастным на основании писания Даниила главы 8 Библия говорит в стихе 23 по 25 что папство названо человеком мира сейчас я поделюсь с вами миром он погубит многих с этими мыслями обратимся к первому посланию фессалоникийцам главе 5 и стиху 3 который говорит ибо когда будут говорить мир и безопасность слушайте внимательно тогда придет внезапная гибель не только на них 7 последних яс и 2 смерть но они попытаются погубить Божий верный остаток хорошо вот моя мысль человек греха и я теперь покажу вам мать греха человек мира и мать мира кстати человек мира папство поп значит папа папа означает отец не мой отец человек мира отец мира союзе с матерью мира мать пророчестве это религия церкви вы видите это пока многие обращают свое внимание на человека греха человека мира папство не сводите глаз церквей или дочерей посмотрите на это друзья это ралли надежды посмотрите на это организатор мать мира что она делает призывает всех верующих объединиться и исцелить мир мать мира также названа я думаю я думаю Пола Уайт назвала мать мира матерью луной да м о о н матерью луной я сейчас кратко об этом скажу посмотрите на этот слайд всемирная конференция христианских лидеров ралли 2020 двигаемся дальше послушайте это посмотрите на это выступление Пола Уайт вы знаете я поставил на паузу видео я поставил на паузу это видео пока мы не пойдем дальше я его покажу еще раз обратите внимание на слова когда я буду читать его в нашем мире прекрасные места самобытные культуры выражение веры способов поклонения друзья похоже это на плюрализм подумайте об этом друзья похоже это на релятивизм много культур много способов поклонения посмотрите второй клип вновь повторю это так называемая ралли надежды которая проходила несколько дней назад 5-6 декабря 2020 теперь они скажут мы собираемся сплотиться сплотиться значит объединиться если пропустили это мы объединим все религии все нации чтобы принести мир в любви иисуса в любви божьей любовь без соблюдения божьих заповедей это спиритизм это спиритизм это обман посмотрите на это ой слишком громко слушайте иисус научил нас любить друг друга несмотря на то что мы такие разные отдав свою жизнь за других он продемонстрировал образец любви который объединяет все христиан в одно тело любви пришло время объединить все христиан в одно тело любви но друзья что говорит библия в иоанна 14 главе стихи 15 все эти религии вместе с папством и отступившими протестантами и также со спиритическими религиями это любовь мои друзья иисус сказал в иоанна 14 главе 15 тексте если любите меня соблюдите мои заповеди все что этому противоречит это от сатаны позвольте мне сказать так какие-то обычные люди просто не имеют знания в этом вопросе но большинство руководителей не упустите это большинство руководителей в этом движении да друзья они точно знают что они делают чтобы погубить Божий верный народ соблюдающий 10 заповедей вспоминайте Иуду Искариота разве он не восхвалял Христа и не целовал его я люблю тебя но что произошло он предал Христа давайте объединимся в любви посмотрите на цитату друзья из Великой Борьбы страница 558 где сказано но в своем подлинном виде голубым шрифтом вверху он спиритизм еще опаснее потому что облечен в более искусный и коварный обман красным шрифтом любовь одно из главных свойств Божьих низведена до уровня жалкого сентиментализма не делающего никакого различия между добром и злом слушайте голубым шрифтом справедливость Божья его предостережение относительно греха требование соблюдать его святой закон все это скрывается от людей народ учит относиться к десятисловию как к мертвой букве приятные околдовывающие сказки пленяют чувства три нечистых духа подобных жамов последнее предложение Христос отвергается как и прежде но сатана так ослепил человека что он совершенно не замечает обмана это спиритизм давайте объединимся в любви посмотрите на это еще раз здесь сказано объединяйтесь в одно тело тела любви посмотрите отдав свою жизнь за других сказали они Христос продемонстрировал образец любви чтобы объединить всех христиан в одно тело любви посмотрите на эту цитату из великой борьбы на странице 588 сатана решил объединить их в одно тело красным шрифтом в одно тело одно тело чтобы таким путем вовлечь всех в ряды спиритизма голубым шрифтом католики протестанты мирские люди все окажутся в плену мертвого благочестия и в то же время они будут смотреть на этот союз как на великое движение которое должно послужить обращению всего мира и приблизить давно ожидаемое тысячелетнее царство долгожданная эра мира ясно как день друзья мои помните что в библии тело означает церковь эфицианам глава 5 стихи с 25 по 28 давайте посмотрим этот клип где выступает Пола Уайт Кейн послушайте что она говорит это ее вступительное слово для меня большая честь быть с вами какое ободрение для тела Христова и для вас Мать Луна за ваши неустанные усилия и ваш труд по привлечению религиозных лидеров по всему миру к совместной работе в мире и единстве чтобы объединить людей ради более высокой цели я поздравляю вас кто это делает друзья Мать Луна кто такая Мать Луна Мать Мира как я показывала вам раньше на их сайте Ралли Надежды кстати посмотрите на заголовок в Ютьюбе Ралли Надежды она была одним из спикеров итак давайте объединим все религии наблюдайте за дочерями вы помните Ирода Иоанна Крестителя что привело к тому что Иоанна обезглавили не Иродиада на глазах у всех но у Иродиады была тайная встреча со своей дочерью Соломией и Соломия при всей публике потребовала голову Иоанна Крестителя наблюдайте за дочерями идем дальше здесь Пола Уайт Кейн цитирует второе параллепоменон главу 7 стихи 13-14 во время эпидемии пришла пора нам объединиться слушайте так как мы каемся мы молимся и мы постимся то мы знаем что Бог исцелит нашу землю Бог хочет восстановить поэтому я молюсь чтобы вы я вместе с Матерью Луной стали частью этого великого восстановления восстановления друзья с папством это откровение 13 глава стих 3 двигаемся дальше и сейчас друзья мы увидим что Пола Уайт Кейн будет цитировать Матфея 12 главу стих 30 у меня один вопрос подразумевает ли она дал ли сатана ей этот отрывок из священного писания общую картину подразумевает ли она что если мы не объединимся с этим движением дракона зверя лжепророка то нас будут преследовать она на самом деле сказала что за этим движением стоит особый дух слушайте смотрите Иисус сказал об этом так в Матфея 12 главе 30 стих Он сказал кто не со мной тот против меня и кто не собирает со мной тот разбрасывает мы благодарим вас за этот дух который на вас собирающий людей пусть дух собирающий людей сойдет на вас прямо сейчас и пусть Бог совершит великую работу чтобы собрать нас всех вместе друзья мои собирает ли Христос да собирает какой текст об этом говорит особенно в эти последние дни откровение глава 14 стихи 6 по 12 это вести трех ангелов в стихе с 14 по 16 вы видите процесс собирания бонзи свой серп и пожни собери жатву но сатана также собирает какой текст откровение 16 глава стих 13 стих 14 как они собирают не на основании библейского учения 10 божьих заповедей а просто во имя любви любите своих братьев послушайте это друзья мои в следующем клипе цитируется Иоанна 3 глава 16 текст Бог не послал Сына Своего в мир потому что Он любит свою церковь нет потому что Он любит людей нет это потому что Он возлюбил мир давайте спасем мир разные религии не имеет значения как они поклоняются они по-прежнему будут спасены плюрализм обман сатаны посмотрите на это друзья мои извините слушайте Бог так возлюбил мир Бог не возлюбил церковь или отдельного человека так сильно что Он послал Сына Своего динародного а потому что Бог возлюбил мир вот так друзья знаете что пришло мне на ум потому что они не объединяются на основании Божьего закона давайте любить своих братьев запишите эти тексты Писания эти тексты первые мы должны взирать и жить мы должны также делиться с теми кто является частью этого движения запомните эти лидеры имеют большое влияние на многие церкви на людей на религии на людей давайте начнем активно благовествовать эффективно разоблачая раскрывая сатанинские козни и сатанинскую тактику 1 Иоанна глава 4 стих 19 говорит мы любим его потому что он прежде возлюбил нас поскольку они акцентируют внимание на любви любите 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 вот моя мысль мы любим его потому что он прежде возлюбил нас что говорит Иоанна 14-15 если любите меня что тогда соблюдите мои заповеди которые включают седьмой день субботний эти движения ралли надежды WCLC все объединяются объединяются ли они на основании Божьего закона если нет то это обман сатаны 2 Иоанна на чем наше внимание любите друг друга 2 Иоанна здесь только одна глава стих 5 где сказано и теперь умоляю тебя госпожа не как если бы новую заповедь я писал тебе церкви но ту которую мы имели от начала чтобы мы любили друг друга это основная тема которую они продвигают и что есть любовь чтобы мы ходили по заповедям его так мы разбираем контекст любите братьев что говорит Библия и это есть любовь чтобы мы ходили по заповедям его если это не на Божьих заповедях то это не любовь а ненависть стих 7 ибо многие обманщики вошли в мир и у них дух антихриста это стих 7 опустимся на стих 9 кто стоит за этим движением антихрист посмотрите на стих 9 по 11 здесь сказано не желайте им успеха не говорите аминь на это движение не молитесь об успехе этого движения молитесь за тех кто был обманут чтобы они были просвещены и вызывайте их из Вавилона стих 9 всякий приступающий и не пребывающим в учении Христа не имеет Бога не соблюдает Божьи заповеди стих 10 если кто приходит к вам и не приносит этого учения Божьих заповедей не принимайте того в дом свой даже не транслируйте их собрания и не желайте им успеха почему ибо кто желает успеха ему тот есть участник злых дел его ясны ли эти отрывки священного писания мне дать вам еще один текст 1 Иоанна глава 5 посмотрите на стих 2 здесь сказано из этого узнаем что любим детей Божьих любите своего ближнего когда любим Бога и соблюдаем его заповеди сколько еще текстов вам нужно стих 3 ибо это есть любовь Божья чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не тяжкие 1 Иоанна глава 4 стих 20 говорит стих 20 стих 20 здесь сказано если здесь сказано тот кто не любит своего брата и заявляет что он любит Бога тот лжец посмотрите на стих 17 в этом любовь любовь наше сделала совершенной чтобы мы имели смелость в день суда потому что как Христос так и мы есть в этом мире был ли Христос чист да какими мы должны быть чистыми является ли Божий закон мирилом чистоты да запишите 1 Иоанна глава 3 стих 1 и стих 3 вам это ясно друзья мои обратите внимание 1 Иоанна глава 2 Библия это ваша духовная пища стих 4 кто говорит я знаю его и так а заповеди его не соблюдает тот лжец и истины нет в нем но всякий кто соблюдает слово его в том истина любовь Божья совершилась из этого знаем что мы во Христе вернемся к просмотру вам это понятно обратите внимание друзья в следующем видео сказано что наш путь к миру во всем мире продолжается вы знаете что я скажу путь продолжение протестантизма продолжается протест продолжается посмотрите на это друзья мои наш путь к миру во всем мире продолжается рали надежды это ложная надежда друзья мои ложная надежда ложная надежда И поэтому нам сказано в Псалме 118, стихе 165. Библия говорит, «Вели к миру тех, кто любит закон твой, и ничто не будет им преткновением». У вас не может быть управляемого Богом движения о всемирном мире, мире с религиями, мире с нациями, государственной властью, которая исключает закон. И потом они заявляют, что стоят на Слове Божьем. Это обман, друзья мои. Ожидает ли нас Великая война? Позвольте мне вам сказать. Не попадите в ловушку. Бог ищет отважных, верных, смелых христиан. Слушайте, 1 Иоанна, глава 4. Библия говорит нам в стихе 18. Здесь сказано, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Аминь. Потому что в страхе есть мучения. Кто боится, тот не сделался совершенным в любви. Не будьте боязливыми, мои друзья. Проводите время в молитве. Друзья, не пропустите этого, пожалуйста. Не пропустите. Не бойтесь этих трех разбойничьих, отступивших властей, трех нечистых духов. Посмотрите на последнюю часть, так как я заканчиваю. 9 декабря 2020-го. Какой здесь заголовок? От одного из нечистых духов. Какой здесь заголовок? От одной из трех отступивших властей, разбойничьих властей. Заголовок. «Даже смерть трепещет, когда христианин молится». И это сказал недавно человек греха, папство. «Даже смерть трепещет, когда христианин молится». Друзья, это наивысшая степень папского сокомерия и папского невежества. Следите за шагами, так как я заканчиваю. «Даже смерть трепещет, когда христианин молится». Что из причины смерти? Римлянам 6 глава, стих 23 говорит. «Ибо плата за грех – смерть. Смерть трепещет, когда христианин молится». Следующий шаг. Что в Библии названо человеком греха? Папство. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 3, 4. Давайте поместим это в заголовок. «Даже папство трепещет, когда христианин молится». Вы увидели это, друзья? Хорошо. Пометьте себе цитату «Великая борьба», 127 страница. Молитвы Мартина Лютера, реформатора, голубым шрифтом. Но то, что должно было послужить величию Рима, нанесло его могуществу и великолепию в самый сокрушительный удар. Действия папства привели к появлению его самых решительных и сильных врагов. Началась борьба, потрясшая, потрясшая папский трон, свергнувшая, свергнувшая Тиару с понтифика. Бавилон пал. Папство пало. Пало. Вот почему нам сказано вновь в «Великой борьбе» на странице 210 о Мартине Лютере и о протестантских реформаторах. Нам сказано, во время борьбы в Аугспурге Лютер не позволял себе пропустить хотя бы день без молитвы. Он ежедневно три часа посвящал молитве, причем это было самое лучшее время, которое он всегда отводил для занятий. И в результате, мои друзья, вернемся к заголовку, даже папство дрожит, когда верный, искренний христианин молится. И кто стоит за папством, друзья мои? Сатана. И что нам сказано в Иоанна 2 главе стихе 19 «Даже дьявол крепещет». Когда я прочитал это от человека греха, «Даже смерть трепещет», это значит «Даже сатана трепещет». Когда христианин молится, я вспоминаю высказывание с Духопророчества, в котором говорится «Сатана трепещет», «Сатана убегает», когда искренне последователи Христа молятся. У нее множество подобных высказываний. Я вам дам две. Готовы, друзья? Вот посмотрите. «Желание веков», страница 130. Это текст, которым я начинал программу сегодня. «Но имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Речи 18 глава, 10 текст. Голубым шрифтом вверху «Сатана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека, который находит убежище в этом могущественном имени». Я не могу закончить программу, не оставив вам надежды. Вот почему она называется «Сила в полдень». Следующая цитата. Я прочту ее всю. Здесь сказано. «Но если находящийся в опасности в своей немощи настойчиво умоляет Иисуса, всецело полагаясь на его пролитую кровь, тогда Иисус слышит молитву веры и посылает для его избавления могущественных ангелов красным шрифтом. Сатане очень неприятно, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику. Это Христос. Сатане очень неприятно, когда люди обращаются за помощью. Почему? Потому что сатана страшится и трепещет перед силой Христа и его величием. При звуке пылкой молитвы не только сатана, но и все сатанинское воинство дрожит. Слава Богу! Почему? Зная, что их борьба проиграна. Вот почему нам сказано о великой борьбе на странице 519. Сатана прекрасно знает, что все, кого он отвлек от молитвы, исследования Писания, будут побеждены его атаками. Поэтому всевозможными уловками он старается совладеть нашим умом. Я хочу, чтобы сатана трепетал и убегал от меня всегда. Что мы должны делать на основании этих отрывков? Знаете, друзья, я закончу этим беснопением. Мне приходит на память несколько гимнов. Хиллари, хорошо. Какого друга мы имеем в Иисусе? Посылайте ваши молитвенные просьбы. Перед нами суббота, перед нами Второе пришествие Христа. Нам нужна сила, друзья, а не страх. Вера над страхом, друзья. Какого друга мы имеем в Иисусе? Какого друга мы имеем в Иисусе? который понес все наши грехи и наши скорби. Какое привилегие нести все Богу в молитве. О, какой покой мы часто теряем. О, какую ненужную боль испытываем. Из-за того, что мы не несем все Богу в молитве. есть ли у нас испытания и искушения? Есть ли где-нибудь проблемы? мы не должны отчаиваться, а вознести это Господу в молитве? Сможем ли мы найти такого верного друга, который разделит все наши печали? Иисус знает каждую нашу слабость. Вознеси ее Господу в молитве. в молитве. Господу Господу 活 в молитве. Fort она в молитве. 用 Он фир Orth. к эконом friendships и Bomb тер